Опа! Привет! С вами доктор Влад. Сегодня я опять буду свои ролики в массы продвигать. У меня есть ролик где-то годичной давности, август 16-го года. Называется «Субсидирная квартирка возле Чикаго для людей с маленьким достатком». Мне тут одна тетя недавно попросила сделать тур по нашему дому. Ну, я что-то не рискну. У нас это убираться нужно неделю. Вот. И я лучше вот сейчас вставлю этот ролик, вот после этого сразу прилеплю, да. Вот. Но там смысл какой? Я вам дам ссылочку на статью. Ну, кому в лом лазить? Я просто расскажу, что вот пенсионеры, которые хотят отдельно жить, но у них не хватает денег ни купить, ни снять. Вот. И есть такая программа. Вот. И можно постоять в очереди. Если у вас таких особо каких-то претензий нету, то первое, как говорится, попавшееся, да, ну, это полгода-год где-то. Если вам нужно определенное место, например, или вот как в этом ролике две комнаты, да, то вам нужно подождать побольше, там полтора-два года. Вот. Значит, расклад какой? Вот вам дают это жилье на правах съема, на правах рента, да. Вот. Ну и что? Вот она, значит, вот эта тетя конкретная, да, она одна там будет жить вот во всем этом, во всей этой квартире. Значит, оплата за ренту в общем составляет 660 долларов в месяц. Из них 194 она платит сама. Я прямо вот статьи читаю. Значит, 194 платит сама. Остальное доплачивает государство. Значит, попутно отмечу, что единственный ее доход составляет пенсии в размере 750 долларов. Других источников нет. Еще она, значит, в этой квартире платит за электричество 15 баксов в месяц. Отопление и газ включены в стоимость ренты. За эти деньги она может там жить сколько пожелает. Поскольку пенсия маленькая, это уже попутно просто, да. Тетя получает деньги на частичную оплату продуктов в размере 60 долларов в месяц. Ну и бесплатная медицина, конечно. Плюс она бесплатно ездит на любом общественном транспорте, включая электричку. Если надо поехать к врачу, куда не ходит транспорт, можно бесплатно заказать машину, которая отвезет, подождет и привезет обратно. Значит, сам дом в 1967 году построен. Ну, старенький уже, да. Площадь примерно 7-75 квадратных метров. Ну, где-то так. А, еще вот в каждом доме имеется комната одна для всех, стиралка, да. Ну, там стиральные, сушильные машины. Вот, и где-то 3 доллара примерно постирать и посушить любое количество белья. Ну, там же в комплексе имеется летний плавательный бассейн бесплатный. Вот, и, значит, перед тем, как сдавать эту квартиру, в ней сделан ремонт. Ну, мы туда заезжали, я все снимал. Там сильно пахнет довольно-таки мастикой, там какой-то краской. Вот, потом насчет отопления, вот я не знаю, что там. Вообще насчет климат-контроля. Вот, ну, вот у нее там на стенке кондиционер, а как отопление, не знаю. Ну, возможно, общее какое-то отопление. Да там домик небольшой, в принципе. Ну, вот как-то так. Вот посмотрите, как пенсионеры, значит, получают от государства жилье. Вот, видите, еще раз напоминаю, значит, вот рент, по идее, 660 долларов в месяц. Она платит 194 из своей пенсии 750 долларов. Ну, вот как-то так, смотрите, как это в Америке все поставлено. Ну, а я пока с вами прощаюсь, там видно будет. С вами Дух Ромат, и вот я, как в заголовке написано, показываю вот эту квартирку. Снаружи дом я потом сниму. Мне тут пока разрешили поснимать. Мы помогаем переезжать. Ну, тут все вот вокруг, вещи и все. И тут еще пока никто не живет, но собирается жить. Вот, значит, вход, да. И сразу со входа зал, да. Вот, ну, тут вот уже диванчик какой-то стоит. Более-менее что-то подальше, что ли, отойти. Вот от входа я снимаю, да. Ну, вот такая комната, ну, довольно просторная. Дальше видим кухню. Кухня. Газовая плита. Всякие шкафчики. Мойка. Ну, здесь вот что-то складывать. Конечно, холодильник. Большой. Ну, вот отсюда я еще ту комнату сниму. Что-то голубое все стало. Не знаю, почему. Вот та комната на входе, да. Ну, как бы зал. Вот. Ну, здесь еще бардак все. Так. Чуть не забыл. Вот еще. Вот. Кухня, помните, да. И рядом вот такой клозетик. Для одежды. Ну, тут еще пока нет ничего. Ну, понятно. И сразу мы заходим в туалет. Ну, что, туалет. Вместе с ванной, с душем. Здесь вот всякие полочки. Ну, обычный. Что тут? Ну, душа в душе есть. Ванна. Небольшая раковина, полотенце уже повесила хозяйка. Так. Первая спальня. Здесь две спальни. На одного человека. Ну, вот она так захотела, долго ждала, там, не знаю, год-два. Вот. Еще пока тут нет ничего. Окошко. Ну, здесь вот шкафчик такой. Встроенный. Тут тоже должна быть где-то лампочка, но я искать не буду. Это первая спальня. И вот вторая спальня. Ну, тоже здесь вот шкафчик. Спальня. Ну, пока, я говорю, все пусто. Уж не знаю, для чего она и нужна будет, вторая спальня, одному человеку. Пожилому. Ну, для чего-то нужно. Вот эта вентиляция здесь. Здесь обязательно индикатор газа, если чего она верещит, страшно. Ну, если загорелось что-то, в смысле. Ну, вот и все. Особо показывать больше ничего. Кухню вы видели. Это вы видели. Все. Вот такая небольшая квартирка. На первом этаже. Все цифры я назову, выложу у себя на сайте. Сколько это стоит там, ну, и что. Все такое прочее. Это вот вентиляция, по-моему, кондиционер. И это самое, и обогреватель. А, вот здесь, да, регулирует тепло. Ну, в общем, все. Вот такие вот квартиры. А, вот еще один кондиционер. Какой-то. Стоит встроенный. Ну, я не разбирался еще, честно говоря. Ну, вот так вот будет здесь тетя жить. И добра наживать. Я еще потом снаружи сниму немножечко. Все, пока. Хоба, это я опять. Ну, вот я хочу еще снаружи немножко снять. Вот я в дверь выхожу. Ну, и вот здесь вот такие вот дома примерно двухэтажные. Ну, это тоже такой. С балкончиками. А это первый этаж. Вот такой вот поселочек зеленый. Обязательная детская площадка. А как же. Вокруг вот здесь вот этот ртуарчик такой. Здесь какая-то стройка. Что-то перекопали. Ну, это летом всегда. Ну, и вот, в общем, вот такой как бы квадратик, да. Вот здесь все люди живут в этом квадратике. Здесь вот я немножко выхожу. Ну, вот парковка. Одна парковка. Тут еще вторая парковка есть. Ну, вот я уже поворачиваюсь. Вот этот кондиционер, который я вам показывал изнутри. Вот он же снаружи. Дальше немножко пройдем. Что здесь? Постриженная травка. А, ну, вот еще одна парковочка. Вот, ну, людей много. Людей много, машин много. Вот. Ну, машинки бедненькие, конечно, вообще это... Конечно, не богатый, скажем так, сабр. Вот. Ну, я говорю, что все цифры... Все цифры я потом дам у себя на сайте. Сейчас я их просто не помню. Что-то мне говорили. Вот какой, видите. Можно попрыгать, укачаться. Вот цифры мне какие-то говорили. Но я лучше потом под запись все сделаю. Ну, вот примерно так. Всего хорошего. До свидания. Опа. Ну, я вот еще немножко поснимаю. Вот это тот самый дом. Мы просто с парковки уже выезжаем. Все сделали, помогли. Что нужно. Ну, вот. Что тут вокруг? Вокруг тут кукурузные поля. А в этих местах сплошная кукуруза. Вон уже скоро ее будут собирать. И дальше вот мы сейчас поедем. Тут сплошные поля. Вот здесь поле. И на той стороне дороги. Тоже кукурузное поле. Домики разные. Вот вообще-то красивый домик какой. А, это не домик, это церковь. Лаптистская. Да, баптистская. Жена говорит, что это баптистская церковь. Но я в этом не разбираюсь. Ну, ладно. Наверное, кто-то знает. Наверное, ходил к баптистам в свое время. Вот. Ну, ладно. Провода здесь толстые. Вот я сейчас покажу. Видите, какие толстые? Потому что здесь напряжение низкое. 110 вольт. Поэтому для той же энергии нужны более толстые провода. Ну, что здесь еще? Сейчас проедем. Может быть, что-нибудь будет. Кроме кукурузного поля. Просто что вот здесь вокруг, чтобы вы посмотрели. Да, это, конечно, район небогатый, совершенно какой-то. Ну, вот. А, ну, вот. Называется это место Быхал. Видите? Стоит водонапорная. Вот это водонапорная башня. Возу напирает. Ну, что здесь? Еще какая-то церковь. Ну, какой здесь народный идет уже? А, это корейская. Я посмотрел корейский знак. Да, действительно. Health Department. Это Министерство здравоохранения. Government. Здесь тоже правительство. Здесь место живет. Все аккуратно пострижено. Ну, как всегда, Ваниль. И опять кукурузные поля. С одной стороны дороги. И с другой стороны дороги тоже кукуруза. Вот и хвистах кукурузы хорошо растет. Вот сейчас мы подъедем. Ферма появилась. Видите, какая красивая, большая. Ай. Вот эти звуки. Это на асфальте такие ребрышки. Это значит, что впереди будет знак стоп. Чтобы если разогнался, а тебе напоминает, что дыр-дыр, скоро будет стоп. На нем нужно обязательно остановиться. Ага. Ну, вот еще одна какая-то ферма. И вон тоже еще поля. Тут уже убрали кукурузу. Ну, раносилось. А вот обязательно будет стоп. Ну, не знаю. Далеко поле я. Не такой хороший колхозный. Вот, о, какой был кукурузный. Среди елочек. Вот же ногой плюцерный. Надо разбираться. А, надпись была. Не лицерного там кукуруза среди него вообще. Ну, вот это уже развалилось совсем. Ну, в общем, кому интересно, вот такие вот. И опять кукуруза. Вот опять этот дыр-дыр, это опять впереди вон стоп. Видите, издалека начинает уже, что скорый стоп. На нем нужно остановиться обязательно. Ну, здесь какой-то перекресток такой. местного значения деревенского. Вот там еще вдали какая-то ферма. Далеко-далеко. Сегодня погода хорошая. Сегодня 16, по-моему, июля, да? Ой, августа. Господи. Я все в июле живу. Август сегодня 16 начало. Облака. Ну, и что? Кукуруза не выдаема, кукуруза. Вот она. С обеих сторон. И сейчас будут здесь выходить дети кукурузы, такие с серпами. И все такое. Любят американцы снимать фильмы в кукурузе. Обязательно там какие-то страхи. Но она высокая вон, я не знаю. Двухметровая, наверное. Только я початков... Нет, есть початки. Ну, вам я не сумею показать, мы быстро едем. Есть початки, да. Вот такая дорожка небольшая. Скорость здесь разрешена 55 миль в час. Это... 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 Километр, наверное, около 90 в час. Ну, может, 85. Ну, вот и все. Ну, в общем, такая вот была маленькая... Я не знаю, как даже назвать. Деревня, не деревня. Там вообще пять домов стоит. Ну, какой-то поселочек, крохот. Вот тетя там будет жить. Еще раз повторяю, что все это я распишу. Что, сколько стоит. И как это все выглядит у себя там на сайте. Вот. Ну, все, пока. До свидания.